здравствуйте друзья я хотел пару слов сказать по поводу фильма который про нас сняли на канале арте вай и тут масса всякой критики причем одни люди так в восторге а другие возмущаются по разным основаниям надо сказать что мы со светланой когда фильм увидели для нас немножко неожиданно были некоторые вещи потому что с одной стороны мы понимаем стилистику этой программы которая называется лиза иссоха и наш фильм 7 то есть мы видели все шесть которые были перед нами и мы мы понимали стилистику и как бы вот там эти щелкающие там ценники и разговоры о деньгах бриллиантах там и так далее так далее и мы честно говоря даже не знали как мы вписываемся вот в этот гламур такой как бы для нас не характерный ну как как-то наверное вписываемся я не знаю но с точки зрения создателей фильмы значит они что-то такое там находят ситуация еще такая что приехала бригада из пяти человек два человека писали это операторы работавшие на две камеры и один из них олег из орла и решки которую мы недавно показывали пару дней назад с регины тодоренко он да вот он с ней сейчас тоже здесь снимал видеоклип так вот значит два человека были на камере лиза ведущая еще два человека административных и вот одна из административных женщин она со мной договаривалась о съемке задавала много вопросов откуда они на нас вышли я не знаю ну я чек публичные как бы снимают и спасибо еще денег не берут шикарно вот монтаж монтаж весь происходит в москве то есть как бы чего смонтирует никто не знает но ребят которые снимают они снимают то что могут вот наверно у них есть какая-то идея достаточно точная что хотелось бы видеть людям которые там будут все остальное дело но во всяком случае материал это наснято много вот если фильм этот занимает там 24 минуты из которых если убрать конкретно там про лизу и сохо то будет может быть минут 20 вот нашего конкретно нашего контента и я могу сказать что для того чтобы эти 20 минут сделать они снимали три дня три полных съемочных дня один день мы были в санта-крузе там как следует в этом видели в этом фильме наверное и на даче у нас и на поле клубничное выходили и прокатились там вдоль побережья там где показывали дома всякие вообще-то были mobile home и но когда речь шла о том что света она там домами занимать это не были наши это были какие-то mobile home и ну так там много значит один день мы были там полный день другой день мы были здесь уже вот в долине и ходили на кампусы apple и фейсбука и google а и вы видели съемки там потом ребята уже без нас пошли на кампус стэнфордского университета и третий день уже съемки шли у нас дома то есть договорились что мы позовем каких-то гостей пригласим вот и вот будет съемка у нас дома и это не было с утра но это тоже было в общем там прилично по времени поэтому значит можете можете себе представить сколько там было отснято с учетом того что снимается на две камеры то есть может быть не все снималось на две камеры но но в основном снималась на две камеры поэтому там десятки часов и из этих десятков часов значит какие-то 20 минут вот как-то так значит во что-то сложились и там были такие моменты когда например вот я слушаю и я слышу что звук там не очень четкий ну ну как то я может быть скажем другой бы какой-нибудь фрагмент выбрал там потом было из чего выбрать было много 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 а в школе же у нас еще снимали да там есть еще момент когда снимали у нас школе там лиза измеряна примеряла шляпы мои из моей коллекции и там еще девочки студентки там у меня значит там без подмышки вот снимались в общем так шар широко как бы так вот мы не знаем ведь чего это в люди смонтируют но чего-то они смонтировали такое и я например многих кадров я не видел что они снимаются например когда снимали у нас этот самый занавесочки там тюлевые на даче понимаете они же не потому там оказались что мы любим тюлевые занавески вот привезли их откуда-то и так далее они у нас были потому что у нас до этого был дом большой и там где-то вот был такой фрагмент в котором были вот эти занавесочки и и остался какой-то кусок ну где-то там был и когда уже мы дачу купили а как бы наша концепция дачи дача это то куда стаскивают ненужное барахло вот у меня там ну какие-то вещи которым дома места нет они там лежат там ну мы конечно там не копаем ничего но в принципе какая-то там одежонка есть в частности вот этот тюль света говорит слушай а чё пропадает давай мы его там повесим просто чтоб не пропадал не потому что он уже есть чтобы не покупать и не потому что не покупать уже денег жалко там или что-то на чудача на есть дачи чего выпендривать вот поэтому я например когда увидел про этот тюль я и не знал что они там против снимают вот светлана моя когда посмотрела это видео она говорит смотри что получается значит какие-то мы значит выходим такие приехали из совка тут вот значит зажрались и и как бы не хотим меняться все у нас по-советски стол у нас по-советски друзья у нас советские караоке поем советские или там но так в старом стиле как будто обустроили себе такую советскую жизнь как бы получается вот на американской земле ну и я я не знаю может быть может быть мы действительно так воспринимаемся может быть это такой образ который нам создали там я не знаю меня совершенно никак не не задевает но на свете перед ними как бы не приглянулась эта мысль вот там действительно все время как деньги тут тут посчитали деньги там посчитали друзья я хочу сказать что то версия которые вы видите у нас на канале она несколько покоцанная мною лично потому что нам дали это видео но где-нибудь в августе по моему вот представьте себе что у нас она там уже с полгода есть вот но я его себе там значит и качнул тоже стало место где нам сказали что она есть вот и дальше поскольку эти счетчики и подсчеты и расчеты нас немножко напрягали то я их просто повырезал то есть то что там вы видели вас бы может быть еще больше напрягали эти всякие расчеты я почему повырезал потому что ну во первых как-то в учетом деньги читать чужие во вторых там уж больно не точные были всякие вычисления такие как бы вводящие в заблуждение поэтому я думаю зачем люди в заблуждении упадет по фильму много неточностей таких на которые там ну просто человек который канал смотрит внимание не наш канал а артиле внимание не обратить ну там скажем там я был первым тестером для меня этой профессии не было давайте я тоже с удивлением узнал потому что наверное из того что я говорил то есть можно как-то вот так прийти к этому заключению но я так говорил о том что мы были первые школы и до нас школы не было вот я конечно не я не был конечно первым тестером хотя безусловно во временном таком плане я стоял где-то у истоков этой этой профессии тут если что когда и когда я пришел в тестирование в девяносто втором году тестеров практически нигде не было но то есть вот если программисты теперь не знали что есть какие-то тестеры но в основном не знали но где-то были где то были но по чуть-чуть в борланде были а потом в орланде работал там были но так вот в целом в индустрии не был я не был первым тестом ну еще раз вот какие такие там король тестеров такая неожиданная фраза это наш король тестер вот но но в целом фильм добрый они нас любят хорошие ребята совершенно очаровательные лиза очень славно и я их снимал во время съемки если вы так как-то может быть давно наблюдаете за этим я снимал по у меня даже пару сюжетов было как ребята нас снимают а я снимал в это время их и там в тех местах куда я их возил и которые вы видите в этом фильме а я там тоже снимал как мы это в пуском магазине ходим вот и как они у нас на даче там нас снимают и лиза как на колхозном но в колхозном на поле вот в этом вот органическом где там для бездомных рабочие места создают ну в общем так я я не не могу относиться как бы абсолютно серьезно к этого всего поскольку тут такой как бы такой стёб и такой формат в общем то не очень серьезный ну другой стороны очень приятные были ребята и очень очень приятно очень все было классно я я например не не разделяю светины и там эмоции по части того что нас там какими-то совками показали которые там чего-то нас по-доброму показать это добрый фильм сделанный с любовью к нам ну вот поэтому такие мы мы такие как бы необычные миллионеры мы мы не не понтуемся не и мы не ходим в бриллиантах мы не я не знаю чё там чё там вообще гламурные делают но мы как-то без этого мы так вообще не простые я не знаю я думаю что мы им понравились так что так такое у меня впечатление они они уже к нам приехали после того как поснимали в других местах и я думаю что вот мы так особенно в сравнении я думаю что нормально вот но там же ведь как заставка гламур там сплетни интриги там что-то такое то есть так вот ну ладно в общем я я удивлен немножко что так некоторые резко там реагируют что вот там туда-сюда там какие-то дислайки ставят я бы чё дислайки ставить я доволен в целом счастливо